Мы сейчас с вами на её примере разберём тяжелейшую ситуацию жизни и поймём, как в ней себя вести. Это ситуация каждого из нас, и у каждого человека в отношениях это есть. Вот слушайте сейчас меня внимательно. Возвращение назад не означает никаких мук. Первое, она ставит условия и смотрит. Действительно человек хочет их соблюдать. Если не хочет, значит, я не прав. Это значит, Бог не дал этого человеку. Если он хочет соблюдать, значит, я прав. Второе, вы ставите второе условие. Если мне будет тяжело, я буду чуть-чуть жить отдельно, отдыхать, потом опять возвращаться. Он скажет, нет проблем, значит, ваш человек. Что бы вы ни сказали, для того, чтобы вам облегчить свою судьбу, он на всё будет согласен. И в чём тогда трудность, скажите? Трудность заключается в том, что люди не договариваются на берегу. Надо договариваться. Придите и поговорите с ним. А дальше вы увидите волю Бога. Если я прав, то воля будет так двигаться. Если не прав, Бог вам даст другого. Никогда не бывает так, чтобы человек остался один. Если он сделал всё правильно. А ваш путь — это назад. Теперь вы спокойны? То же самое смотрите, когда вы живёте с человеком. Если вы не можете, не нужно себя насиловать, побудьте отдельно, отдохните. В сердце стройте с ним отношения. Но не говорите, что вы его бросаете. Просто побудьте отдельно. Это хорошо. Это неплохо. То есть нет ограничений. Понимаете? Люди часто думают, мы должны быть вместе до последнего, мучить друг друга до последнего. И разлететься навсегда. Вот это неправильное мышление. Понимаете? Надо чувствуете, не можете. Отдыхайте. Представьте, штангист поднимает штангу, и он не может её поднять. И он поднимает её, поднимает, пока не помрёт. Это нормально? Это неправильный подход жизни. Не смог поднять, отдохни, опять поднимай. Но именно эту штангу. Не надо бегать, искать полегче. Это бесполезно. Штанга будет всегда одна и та же, просто в виде разных людей. Эта же штанга и есть ваша судьба.